Мы читаем введение в комментарии Сулам, тринадцатый пункт. И пойми, когда говорят, что в результате подъема Малхуда в Бино, каждая ступень оканчивается под хохмой, и что в Парцуфе остаются лишь две сферы, кеттер и хохма, а Бина и Зерампин и Малхуд опустились на нижестоящую ступень. И речь идет только о Келим. Со святами же все обстоит наоборот. Свята Нефиш и Рох остались на своей ступени, а свята Нешамахая и Ихида отменились и вышли из Парцуфа. Еще раз тринадцатый пункт. И пойми то, что мы говорим, что за счет подъема, в результате подъема Малхуд в Бину закончилась каждая ступень, поскольку не осталось в Парцуфе лишь две сферы, кеттер и хохма. А Бина, Тиферет и Малхуд ступени отменились и спустились на нижестоящую ступень. Но речь идет здесь только о сосудах, о Келим. Со святами же все обстоит наоборот. Свята Нефиш и Рох остались на своей ступени, а свята Нешамахая и Ихида отменились со ступеней и вышли из Парцуфа. Каждое состояние является совершенным. В нем есть десять сферот. Шестьсот двадцать желаний. Наранхай. Иногда нет сил получать радиоотдачи. Есть сила, только отдача радиоотдачи. Это называется, что Малхуд может работать только как Бина, не как Кеттер. Что она отменяет себя, свое желание получать, и не пользуется им. Называется, что она поднимается в Бину, включается в Бину. Таким образом, она включается в Бину, что не есть только свята Нефиш и Рох. В Келим Кеттер Хохма. А Келим Бина Зерампин Малхуд уходят, исчезают со ступени. И свята Нешамаха и Ихида тоже, согласно обратному значению святов и Келим. И не то, что на ступени есть сейчас только две-две с половиной сферы, а десять сферот. Но сила использования этих сферот, как два Кеттера Хохма только. Это называется Катмут. Так мы это учим. А потом, когда есть сила, сила экрана, сила света, который приходит и строит экран, Снова можно пользоваться получающими Келим для получения радиоотдачи. И тогда Снова приходит в десять сферот, снова Кахабзон и Наренхай. И так в каждом состоянии. Может быть, Катмут, Гадлут. И вообще, когда мы учим, как Кли рождается, оно рождается просто из нуля, из капли. Когда приходит как точка в сердце, Эта точка, когда она развивается, она развивается через Ибур, Юника, Мухин, через все эти этапы от одной сферы к Катмуту и к Гадлуту. И так в каждом состоянии. Поэтому нам надо видеть всегда главное в каждом состоянии, это противоположное значение святов и Келим, чтобы не запутаться, о каком состоянии идет речь. Ясно? Если нет, спрашивайте. Что? Можете объяснить еще раз, почему почему остается только отдача ради получения, не получение ради получения? Почему есть разница между двумя первыми сферот и остальными? Не последними? Есть в нашем желании получать Кетер-Хохма-Беназе-Рампен И Малхут получает от них Кетер-Хохма-Беназе-Рампен Они называются также девять первых сферот Они это свойство Творца Разные формы отдачи Или, как объясняет нам Барасалам в гости и хозяине это все угощение хозяина с его отношением Все, что находится перед тобой это называется девять первых сферот или три первых пхены свойства Кетер-Хохма-Беназе-Рампен Кетер это желание самого хозяина А Малхут это гость Поэтому Малхут получает от девяти сферот и проверяет насколько она может получать от них или нет В этих свойствах в девяти сферот легче сказать нам три Хохма-Беназе-Рампен или Алиф-Бет-Гиму согласно четырем стадиям прямого света у нас есть там уже в четырех стадиях прямого света уже есть разрез Кетер он целиком отдающий это свойство корня которое создало пхену Алиф-Хохму которое целиком получающее но она получает она не знает что она получает да вот так именно эта Хохма которая чувствует что она получает становится не получающей Биной а потом Бина решает что нет я все таки буду пользоваться своим желанием получать как раз и она становится Зерампеном свойством Зерампен которое пользуется желанием получать которое было у нее от Хохмы мы видим а потом это становится Малхут которое целиком получает ради себя мы видим что в этих пхенот в этих свойствах у нас есть разрыв посередине Бины верхняя часть Бины не хочет получать ничего после Хохмы которая получала а вторая половина Бины нижняя половина Бины там уже она производит расчет как она получает ради отдачи как она строит Зерампен и поэтому посередине Бины у нас есть особенная вещь разница между отдачей свыше воздействия свыше то что идет от высшего света желание у нас есть высший свет с планом творения это в Кеттере в Хохме или в Пхениалев у нас есть это желание получать которое получает но получает потому что оно так устроено без собственного предшествующего расчета а когда он начинает вечно получать он начинает быть как хозяин прекращает получать и становится первой частью Бины и верхней частью ее это все реакции и то что происходит свыше а здесь посередине Бины начинается интересная вещь творение начинает хотеть получать радио отдачи реагировать обратно на творца и поэтому он строит этот расчет в зад Бины и потом начинается Зерампер и потом Малхут хочет исправиться Малхут которая хочет получить все она включает в себя впитывает в себя девять первых она хочет наслаждаться от них когда она включает их в себя она вдруг обнаруживает что там наслаждаться наслаждаться можно в конечном счете по-настоящему наслаждаться это называется быть в отдаче не в получении она производит сокращение экран отраженный свет и расчет что я делаю если скажем у нее нет большой силы работать против своего эгоистического желания чтобы обратно отдавать она подобно бине она не хочет ничего это называется что она стоит там посередине в разрыве разрезе бины если она все же может работать со всеми своими килим даже в получении ради отдачи это называется что она стоит на своем месте поэтому есть состояние когда малхут как бы поднимается в бину и опускается обратно когда она поднимается в бину с чем она работает с тем что есть перед ней уподобляет себя хозяину который представляет ей себя как кетер и хухма и тогда она тоже работает в том же виде и у нее есть только свет для фешира и все я так не смогу говорить все время да а что такое в нашем мире отдачи ради отдачи а нет такого нет в нашем мире отдачи ради отдачи этот мир называется желанием получать которое живет и существует поскольку он желает получать наслаждаться вот и все отдавать можно здесь только ради получения я тебе отдаю что-нибудь хорошее для того чтобы от тебя получить что-нибудь хорошее я бы забрал у тебя и не отдавая тебе но не получается к сожалению поэтому я отдаю это называется интеллигентный человек в нашем мире он хорошо воспитанный вежливый вот так вот и новички еще если я целиком ради получения откуда мы приходим к тому что есть чистая отдача и из четырех стадий прямого света оттуда идет там заложена идея ты сразу видишь что хозяин отдает уже в конце первой стадии стадии хозяин отдающий я хочу подобиться ему потому что он более высшая ступень все зависит от осознания постижения высшего мы все время учим и нам кажется что кто-то выше нас более высокий чем мы ты не обращаешь внимания насколько ты желаешь уподобиться тому кто более важен тот кто более выше такова природа когда маленький старается отменить себя относительно большого в моем мире это мне понятно потому что я вижу его я произвожу какие-то сравнения как я вообще с чем я могу сравнивать это до того как он раскрывается мне до того как у меня есть критерий для сравнения хороший вопрос вопросы хорошие поэтому и написано хорошо бы чтобы меня вы оставили и тору мою соблюдали поскольку свет в ней возвращает к источнику это говорит творец оставь меня слышу об этом оставь но потому что дал я вместо себя тору что такое тора группа есть есть книги есть есть делай с ними то что ты должен сделать и таким образом раскроешь через любовь к творениям к любви к творцу и у тебя не будет никаких проблем все раскрыто перед тобой только реализовывай и ничего другого есть группа есть учеба в группе раскрытие объединения или недостаток объединения все в твоем распоряжении да мы учим птиху учим тест вы рассказывали что когда мы говорим о нижней ступени это как код который слушает классическую музыку иногда чувствую что на уровне кота когда я сижу на тессе или на психе с одной стороны с другой стороны происходит процесс обучения процесс группы которые все важнее и важнее это как бы противоречит с одной стороны у меня нет никакого ощущения на учебе с другой стороны приближения ко всему этому ко всему пути как эти вещи организуются вместе не волнуйся все уложится тебе нужно только давить как устроить все ты никогда не узнаешь я понимаю что тебе хочется все обустроить но ты можешь так иногда попробовать но главное для нас как он и говорит Исраиль Тора Творец таков порядок в одновременно в одном месте каждое мгновение да дедушка мы знаем что есть среднее ты что заразился Атамикамом среднее состояние теперь я по объяснению знаю что нет в бене есть четыре в бене есть на самом деле четыре части то есть средний третий уже начинается средняя треть это клепотного если мы делим так но можно поделить на самом деле на четыре одна часть одна часть это хохма в бене она должна быть иначе как она почувствует что она получает на основе чего она себя выстраивает это первая часть вторая часть то что ничего не хочет получать это как бы гарда бена получается что четверть высшая четверть и вторая четверть вместе это аба выима затем начинается реализация так как же я это сделаю как я все это выстрою то что я не желаю получать но как отдавать как отдавать хозяину начинает развиваться рожь зерампина это более нижняя часть бены то что называется Исраэль Саба то что берет примеру хохмы и выстраивает себя отдающим хохме и твуна которая также является беной соединенной с хохмой поэтому есть аба выима и ишсут и тогда от ишсута рожьи до зерампина уже распространяется и зерампин и здесь у тебя есть настолько много всего бена это это все основное строение вокруг нее все это полюс всего исправления он это объясняет в предисловии книги по ним Мирот Умазбирот четыре части бены и они работают в такой особой циркуляции есть такой луп такая петля обратной прямой обратной связи которая работает между каждой из четырех частей бены да вот этого говорили что можно только отдавать можно ли получать ради отдачи тоже в чем тут разница разница в намерении для чего ты это делаешь ты отдаешь чтобы заработать обращаешься к хозяину делаешь то что он хочет для того чтобы заработать нет у тебя выбора ты бы сидел дома и получал бы конверты но невозможно не будут тебе посылать их поэтому ты идешь к нему дать ему то что он хочет для того чтобы получить от него свой чек так так вот это называется отдача ради получения на это я иду и все что я делаю даже сейчас я кручу пальцем в воздухе для того чтобы выиграть заработать иначе у меня не было бы никакой энергии крутить пальцем это касается нашего мира у тебя нет энергии выполнить действие если оно не несет выгоду прибыль и сейчас мы раскрываем все это в финансовой системе которую мы построили на себе мы не понимали а сейчас мы понимаем через экономику мы построили такие экономические модели системы которые не продвигаясь вперед не могут существовать что у тебя есть ты в этом году получил какую-то прибыль и на следующий год и затем достаточно не могут таким образом вся система которую мы построим не может существовать она должна все время быть больше и больше и больше а иначе не ощущает прибыли прибыль чувствуется не от того что у меня есть то что у меня есть это жизнь так что а от продвижения еще немножко еще чуть-чуть еще что-то когда есть для чего жить я есть нынешний а в следующем состоянии есть больше то что меня ждет какая-то конфетка что-то немножко но чтобы мне было выгодно а иначе для чего двигаться потому что то что у меня есть сейчас оно уже есть понимаешь эгоизм он обязан все время раскрывать горизонты и сегодня их нет в этом проблема мы понимаем что это все не не проблема это как раз наоборот это рычаг продвижения но в этом тенденция ты видишь они они плачут американцы продвинулись там всего лишь на 0,03 0,6% за первое полугодие года ну так ну так хорошо ну так ну так 0,6% ну так какая разница не хуже это называется очень плохо нет для чего жить мы не понимаем этого это духовная часть в нас желание получать если не ощущает добавки для чего мне двигаться мне и так хорошо или даже плохо но для чего двигаться если не будет лучше и тогда это смерть мы можем продвигаться только только от прибыли ты сам увидишь если тебе ничего нет что что-то чтобы светило спереди все ты уже в депрессии ну так что что плохого животные могут находиться в том состоянии и ощущений все время никаких проблем у меня есть мое сено у меня есть моя жизнь у меня есть все я не думаю о следующем мгновении я слит с мгновением если я нахожусь на уровне животным но мы вышли из этого ты видишь все человечество несется вперед все и в этом проблема наша цель это прийти к отдаче относительно группу скажем я не ожидаю получить вознаграждение в этом действии только чистая отдача вопрос если предварительный этап когда я могу заниматься не отдачей это все таки тяжело а не получать награду относительно никого не обязательно нет ты не можешь разделить эти вещи всего всего лишь то что ты можешь учиться и правильно постепенно ты не определяешь эту постепенность то есть каждый шаг несет в себе все и что есть только объединение в группе там ты научишься всему если не в группе то это просто будет пустая философия и несовместимая с жизнью и реализацией допустим я физически не нахожусь в группе физически не имеет значения это может быть и виртуально а кроме того что значит физически не нахожусь в группе кто-то с тобой есть не все время раз в неделю можно встретиться этого я не понимаю что невозможно сегодня почти нет такой ситуации в мире почти нет такого есть несколько таких одиночек но и то может потому что они не сильно ищут если бы они искали то там бы где они живут они бы нашли бы себе еще несколько ну если он уже совсем живет там где-то между белых медведей что-то подобное да может и с ними можно да вы сказали что в желании все время продвигаться есть духовный корень чтобы да продвигаться все время я вижу тут гораздо больше то есть то что дома уже не интересно ты можешь посмотреть на людей которые учат 10 лет для них эта картина знакома но почему это продвигает меня больше чем просто хотеть побольше почему это именно почему это желание лучше если оно лучше вообще ты находишься в группе и это неверно что группа сильна тем что существует 10 или 15 лет совершенно не в этом дело нет дело не во времени ты можешь находиться в группе новичков меньше тебя учащихся но все связано с формой связи с качеством связи между вами и тогда если вы вместе ищете правильную связь между вами даже если вы начинающий вы можете перепрыгнуть прыгнуть очень далеко и проблема только в том чтобы устоять против увеличивающегося отражения потому что по мере продвижения тут же появляются проблемы и потом уже за медведями не видно леса то есть не видно за проблемами не видно откуда они приходят почему что для чего а они именно на пользу продвижения и тогда начинается начинают думать что это от чего-то другого что это не от творца и поэтому видим много групп которые были с нами были сильны и исчезают они не смогли противостоять этому первому раскрытию когда то что раскрывается раскрывается именно против пути как помеха как слабость как запутанность и здесь нет решения просто держаться зубами и немножко преклонить голову чтобы волна прошла над тобой и так каждый в группе если способны на это то добьемся успеха если нет то нет тяжело тяжело надо стараться и тогда увидеть что этим ты даешь возможность творцу сопровождать тебя вести тебя даже ну все ты что-то делаешь 14 пункт и в этом пойми что иногда говорит Зоор что при подъеме Малхут в Бину пять букв имени разделились так что две буквы остались на ступени а три буквы Л опустили и отменились на нижестоящую ступень иногда в Зооре говорится наоборот что когда Малхут поднимается в Бину две буквы Алиф Ламет остались на ступени а три буквы Геюд Мем отменились и опустились на нижнюю ступень дело в том что пять букв Элуким это пять Сферот Кахаптум или пять цветов Наранхай и при подъеме Малхут в Бину с точки зрения Килим остаются на ступени Кетера Хохма и это две буквы Алиф Ламет а три буквы Геюд Мем спустились со ступени а с точки зрения светов наоборот две последние буквы Ми которые указывают на два нижних света на Фешрох они остаются на своей ступени а три первые буквы Эле которые указывают на Ихида Хаян и Шама они опустились на нижнюю ступень и отменились согласно этому в предисловии книги Зоор Зоор говорит о пяти светах Наранхай которые обозначаются пяти буквами Элоким и поэтому он говорит что Ми остались а Эле вышли со ступени а в Зооре в главе Берешит он говорит о пяти Килим Кахаптум которые обозначаются пяти буквами Элоким и он говорит наоборот что Алиф Ламет остается на ступени а три буквы Г и Ю вышли со ступени и нужно помнить эти вещи и всегда смотреть говорится ли о светах или о Килим тем самым отпадут многие короче все противоречия то есть по сути вещь простая пять Килим Кетрухмабина Зарампин Малхот пять букв составляющих слово Элоким и если ступень делится на двое Гальгальтэйнаем и Ахаб то у нас есть первые две буквы Эль Гальгальтэйнаем и Юдмэм это Ахаб и тогда можно увидеть что иногда он говорит так о святах что Ми и Эли согласно Килим или Эль и Им согласно святов и поэтому у нас мы путаемся но мы просто переходим от решим вот свирот к Наранхаю тогда становится понятно и поэтому кому кто еще не привык к тому что слово Элоким делится пусть посчитает это по свирот проверит и вообще все что касается имен названий у нас есть пять частей в полном клей начальная точка Юд Юд Кей Вавкей это имя Шем которое является скелетом без наполнений поэтому он и называется основным базисным что в нем особенного в том что он не полон это как тарелка куда ты можешь налить и супа и десерт и все что угодно клей любую другую жидкость или даже не жидкость это сосуд клей и поэтому авая это тоже клей без наполнения наполнения уже согласно экрану отраженному свету сколько насколько могу отдать сколько могу отдавать настолько раскрывая в нем внутри его то что его раскрывает то что его наполняет и тот кто его наполняет это называется Исраэль Тора Творец Единый все в той же тарелке